Всем привет! И сегодня я покажу вам, как из обычного картона сделать стильное украшение для вашей стены. Беру обычную старую картонную коробку и с помощью канцелярского ножа лишаю ее всех неровностей. Позже из нее мне нужно будет вырезать 6 продолговатых кусочков картона. Длину и ширину кусочков выбирайте, исходя из размера вашей коробки. Постепенно очищаю. И вот у меня уже есть готовый прямоугольник. Теперь делаю его разметку. Сначала разделю пополам, а затем эти половинки на три части. Вот такая разметка у меня получилась. Разрезаю картон с помощью канцелярского ножа. Чем ровнее вы будете вести нож, тем ровнее будут ваши импровизированные дощечки в конечном результате. Для удобства проведения ровной линии можно воспользоваться линейкой, чтобы нож случайно не соскочил в сторону. И вот я уже разрезала их вдоль, а теперь мне нужно разрезать пополам. Вот такие вот кусочки у меня получились, и теперь я примерно примеряю, как будет выглядеть моя будущая конструкция. Одна дощечка будет состоять из двух кусочков картона, а между ними будет шпагат. Сверху обязательно надо будет оставить петлю, для того, чтобы мы могли вешать наше украшение на стену. Шпагат я буду вставлять между двумя картонками. Теперь, чтобы добиться ровного края, я наждачу бумагу, либо избавляю от всех неровностей с помощью ножниц. Нужен вот такой вот ровный краешек. Теперь беру шпагат и клей и приступаю к изготовлению изделия. Сначала отматываю длинную веревку и складываю ее вдвое, чтобы хватило на всю конструкцию. Вверху обязательно должна быть петля, а теперь я примеряю, как это все будет на картоне. Кладу сверху вторую картонку и оцениваю результат. Нитка обязательно должна быть посередине, но это мы исправим, когда будем клеить уже. Теперь нижнюю часть хорошенько, тщательно промазываю клеем. Черными линиями я уже наметила, где будет находиться веревка. Также я сделала с остальными картонками, чтобы веревка ложилась ровно. После того, как я закончила работать с клеем, прикладываю шпагат. Вот так вот по линиям. И накрываю второй картонкой. Плотно прижимаю, желательно подставить под пресс. Вот такой вот паровозик у меня получился. Приступаю к его покраске. Я буду использовать фиолетовый акрил, а вы можете взять любую краску по вашему вкусу. Плотно покрываю первым слоем и после его просыхания наношу второй. Также стараюсь прокрашивать и боковые стороны, чтобы они сильно не выделялись. Если вас не устраивает такой край, то можно обклеить его бумагой, либо тканью. Но в таком случае вам придется потрудиться, чтобы выровнять все поверхности, и чтобы краска сверху ложилась ровно. Кстати, фиолетовый один из моих самых любимых цветов. А какой цвет любимый у вас? Напишите в комментариях, мне очень интересно. А тем временем я уже покрыла в два слоя всю мою конструкцию и отправляю ее на просушку. А теперь заметьте, как после высыхания акрил теряет цвет. Но мне это абсолютно никак не мешает, потому что мне даже нужно, чтобы тон был светлее. А теперь я хочу украсить импровизированные дощечки. Беру веерную кисть, коричневый или черный акрил и делаю вот такие потертости. Кстати, также это можно сделать белым цветом и будет тоже очень красиво. После того, как все три картонки прокрашены, я приступаю к надписи. Пользуюсь кисточкой с прямоугольным кончиком и пишу. Кстати, надпись я делаю акварелью. И также ее наношу в два слоя. Надпись выбирайте на ваше усмотрение. На ней можно написать имена членов семьи. Или какие-то слова. А можно что-то нарисовать. Я рисую сразу кисточкой, но для удобства вы лучше используете карандашный набросок. Так буквы, надпись или рисунок выйдут ровнее и четче. Но если вы уж совсем не хотите писать и рисовать, то надпись и картинку можно распечатать и вырезать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот, моя работа уже подходит к завершению. Я надеюсь, что это видео для вас было полезным. И вы обязательно сделаете себе такое украшение на стене. Только посмотрите, как оно круто смотрится. Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик.